Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу вам рассказать о тех сортах роз, которые можно купить в нашем интернет-магазине цветок.шоп. Вы меня в комментариях неоднократно об этом просили. Правда, пока я собралась записать этот ролик, часть саженцев, часть сортов разобрали, но это совершенно неважно. Осталось еще куча всего, куча достойных сортов, которые сейчас еще можно приобрести. И начать я хочу тоже с ответов на ваши вопросы. Многие волнуются, спрашивают, не изменилось ли что-то в отправке, не изменилось ли что-то в цене. Нет, дорогие друзья, у нас ничего не меняется. Отправка будет происходить также в два этапа, как планировалось. Первую партию мы будем отсылать буквально через пару недель, примерно с 15 марта. А вторую партию точно так же, как мы и планировали с начала апреля, примерно с числа 4, потому что первые числа там попадают на выходные. Точно так же, как планировали, как вы хотели, как вы писали в комментариях, кому-то пораньше, кому-то попозже. В общем, все у нас будет отправлено по плану. Что касается оплаты, розы точно так же отправляются по 100% оплате. Наложным платежом мы не отправляем, поэтому кто хочет приобрести, пожалуйста, смотрите, выбирайте. Выбор большой и выбрать есть из чего. Что касается сортов, начать я хочу с чайно-гибридных роз. Эти розы считаются самыми красивыми. Эти розы используют для срезки, они очень долго стоят в букетах. Но единственный минус этих роз, это то, что они, конечно, самые нежные и самые требовательные к уходу. Но все эти сорта, о которых я вам расскажу, они прекрасно растут, прекрасно цветут у нас в средней полосе. Поэтому не нужно их бояться, даже новичок с этими сортами прекрасно справится. Первая розочка, о которой я расскажу, это роза Аква, моя любимая роза. Она такая, знаете, нежно-розового цвета, с легким оттенком сиреневого. У этой розы такой красивый бутон бакалавидной формы. Эта роза единственная из всех моих роз, у меня более сотни сортов, и эта роза единственная розочка, которая не показывает серединку. И даже у нас вот в этом году было очень жаркое лето, и вот многие розы буквально вот распустятся с утра, к вечеру все, они показывают серединку. Аква нет, она вот до последнего сохраняет свою форму, красиво, скажем так, стареет. В общем, эта роза одна из таких лучших роз, и вот для срезки эту розу используют тоже очень активно, и во многих магазинах она продается, эта розочка. Она формирует такой красивый ровный кустик, аккуратный, с красивой жирной такой темно-зеленой листвой. У этой розы также нет шипов, все побеги гладенькие. В общем, роза красивая, достойная, и прекрасно растет, и зимует у нас в средней полосе, и у меня с ней проблем никогда не было. Следующая чайно-гибридная розочка, тоже такая классика, это роза Boeing. У розы Boeing классический белый цвет, единственное, что она, когда вот начинает распускаться, у нее такой легкий кремовый оттенок, но потом она все равно становится такой кристально чисто белой розой. У этой розы очень крупные бутоны, они до 12 сантиметров примерно. У этой розы заостренные лепестки, я очень люблю такие розы, именно с такими остренькими лепестками. У меня прям целая коллекция и белая, и розовая, и желтая, вот красную тоже ищу, именно с такими острыми лепестками. Что касается этой розы, она также формирует красивый, мощный куст, красивый листвой зеленый, у меня с ней тоже никогда не было проблем. Эта роза точно так же, как и Аква, активно используется в срезке, долго стоит в букете, в общем, одни достоинства. И точно так же она прекрасно растет, цветет и зимует у нас в средней полосе. Следующая розочка, это розочка Эль Тора, она такая, знаете, ярко-кроваво-красно-оранжевая, цвет такой очень необычный. У этой розы бакаловидной формы бутон, такой вытянутый, аккуратный, сложенные лепестки, так очень красиво. Они слегка гофрированные, и смотрится это очень так необычно. Эта розочка имеет более такую компактную и низкорослую форму, ее кустик всего лишь 60, ну может быть 80 сантиметров. Она точно так же, как и Аква, не имеет шипов и прекрасно растет, прекрасно цветет. И главное, эта роза очень долго держит бутон. Если вот ее не срезать, то она неделями сохраняется, вот этот бутон, но 2-3 недели точно. Поэтому обратите внимание на этот сорт, и кстати, эта роза очень хорошо держит дождь. И вот ливни, не ливни, она будет свисти, несмотря ни на что. Следующая роза, о которой я хочу рассказать, это роза Gloria Day. Ну, эту розу многие знают, многие ее обожают. И кстати, эта роза является самой любимой розой моего мужа, потому что, ну она, конечно, шикарная. Слов просто не найти, чтобы описать эту красоту, когда она цветет в саду, то она, вот знаете, выделяется среди всех. Во-первых, у нее просто огромные бутоны, они сантиметров 15, если не больше. Во-вторых, у нее очень необычный цвет, она такая нежно-желтая. А окантовка лепестков, она такая, как розовенькая. Она сначала яркая, потом немножко выгорает, и ее цветы постепенно распускаются, становятся пышнее, пышнее. И она вот, когда цветет, она прям светится, и в общем, от этой розы не оторвать глаз. Не зря эта роза завоевала кучу всяких наград. Все ее любят, все ее сажают, обожают. Единственный минус, это то, что она плохо держит дождь. Ну, конечно, такие огромные бутоны, густомахровые, пушистые, пышные, они, естественно, дождь, в принципе, держать не могут. Но за этот недостаток такой небольшой, ее все равно все любят, сажают, и я, естественно, от этой розы не откажусь никогда. Она также прекрасно растет, прекрасно цветет, и зимует, и всегда она у меня после зимы выходит свеженькая, зеленая, с красивыми, крупными и крепкими побегами. Следующая розочка, это розочка Джурианда. Честно сказать, я не планировала ее брать, я хотела розу Big Purple, но розы Big Purple не было, и мне посоветовали вот эту Джурианду. Джурианда имеет такой насыщенный темно-малиновый цвет, она ароматная, у нее очень сильный запах. Также эта роза очень хорошо держит дождь, бутон у нее крупный, густомахровый. В общем, кто ищет такую красивую малиновую розу чайно-гибридную для срезки, то Джурианда просто замечательный вариант, и я ее тоже планирую себе посадить, если успею, если ее не разберут. Дальше, следующая роза, роза Мориус Утрила. Эта роза просто шедевр, просто такой, знаете, фейерверк, взрыв красок. Она необычной окраски, она такая пестренькая. Цветы ее полосатенькие, они красно-бело-желтые. И вот один куст, он может выглядеть совершенно по-разному. По мере распускания цветка они более яркие, потом выгорают. Сначала полоски желтые, потом они выгорают до белого. Точно так же вот этот красный цвет, он сначала более яркий, потом становится бледнее. В общем, роза такая хамелеон, очень красивая. Она не сильно махровая, она быстро показывает серединку. Но цветет очень красиво, очень обильно, прям такими шапками. И точно так же, как и предыдущие сорта, она очень хорошо себя ведет у нас в средней полосе. Прекрасно растет, цветет, зимует. В общем, роза необычная. И у кого нет вот таких роз полосатых, обязательно обратите внимание на эту розу. Попробуйте ее посадить, верена вам она понравится. Так, дальше, что у меня здесь осталось? Последняя чайно-гибридная роза, о которой я вам хочу рассказать. Это роза Романтик Вову Зелла. У меня в саду растет розочка, правда, не Романтик Вову Зелла, а обычная. Она такая оранжево-персикового цвета. Что касается розы Романтик Вову Зелла, она уже идет розово-персикового цвета. Розочка эта очень красивая. У нее не очень крупные цветы, но они густо махровые. Они такие, как маленькие пиончики. Необычная, нежная. Вкус сам по себе небольшой. Примерно 60, край 80 сантиметров. Он такой аккуратный, ровненький. И когда эта роза цветет, вот она просто вся покрыта этими цветами. Очень красивая, очень необычная. И достаточно редкий такой сорт. Мало где ее можно найти. У меня вот обычная Вову Зелла растет. Романтик Вову Зеллу я посажу в этом году. Она еще есть белая Вову Зелла. Еще какая-то есть, не помню. Но я думаю, потом со временем я посажу всю эту коллекцию в Вову Зелл. Дальше, дорогие друзья, переходим к плетистым розам. Эти розочки тоже являются одними из самых красивых. Плетистые розы вызывают восторг у всех. Потому что за счет своего объема, за счет своей мощи, они просто поражают такой своей красотой. У нас в каталоге представлены розы Клаймберы. Это те розы, которые цветут повторно. Рамблеров нет. Еще что я хочу сказать про плетистые розы. Они могут вырастать до 3 метров в высоту. Также плетистые розы можно выращивать в виде шраба. То есть резать эти побеги. И тогда со временем она, скажем так, переродится из плетистой в обычный куст. И в принципе многие выращивают именно таким способом. Как выращивать плетистые розы вам, это вы уже решаете сами. Ну а я давайте расскажу о сортах. Первая розочка, это розочка антик. Ну, знаете, эта роза, она просто монстр. У нас она вымахала, ну, метров, наверное, 5 высотой. Она самая огромная, самая гигантская. Листва у нее такая же огромная. Я вам неоднократно показывала ее в своих роликах. Она у меня растет в виде такой стены, побеги толстенной, толщиной с палец. Если не больше, мы ее каждый год с мужем вдвоем связываем, укладываем, загибаем. То в одну сторону, то в другую. В общем, повозиться с этой розой нужно из-за объема. Но этот объем, он, конечно, того стоит. Цветы у этой розы, они такие нежно-розовые, с темной такой малиновой окантовкой. Тоже густомахровые, похожи на пиончики такой пионовидной формы. Запаха, правда, нет. Но зато она очень красиво цветет. Сразу такими гроздьями, сразу такими букетиками. В общем, если вы хотите иметь в своем саду такую огромную розу монстра, то обязательно приобретите антик и посадите. Уверенно, вы будете впечатлены таким размахом, таким размером. Следующая розочка, это роза барок. У меня ее нет, но зато эта розочка есть у многих других розоводов. Эта роза отличается своим обильным, своим продолжительным цветением. У нее очень красивые цветы, такого абрикосового цвета. Тоже, кстати, заостренные, густомахровые. Она очень хорошо ведет себя у нас в средней полосе. Прекрасно растет, зимует, цветет. В общем, одни плюсы у этой розы. Поэтому, кто хочет дополнить свою коллекцию такой красивой, устойчивой и неприхотливой розой, то, пожалуйста, розочка барок. Просто идеальный, скажем так, претендент. Следующая роза, это роза дукат. Эта роза попала ко мне пересортом. Она у меня росла несколько лет. И потом я уже путем такого отбора, сравнивания поняла, что это дукат. У этой розы очень яркий цвет, ярко-желтый. И также по краю у нее наблюдается такой легкий нежно-розовый румянец. Она цветет также очень обильно, цветет гроздьями. Очень такая жизнерадостная, красивая и тоже устойчивая и неприхотливая роза. Единственное, что дождь, это да, держит она не очень. Ну а так, одни плюсы-минусов больше я не нашла. Следующая роза, это роза Анахиглюд. У меня этой розочки, к сожалению, нет. Но я обязательно ее посажу. Цвет этой розы до сих пор мне непонятен. Кто-то пишет о том, что он винно-красный. Кто-то пишет о том, что он малиново-красный. Кто-то пишет о том, что он бордовый. Кто-то о том, что он просто малиновый. В общем, я поняла, что эта роза у всех по-разному выглядит. У кого-то она более красная, у кого-то она более малиновая. Но главное, это то, что у нее очень красивые средние махровости цветы. Такие прям бархатные. Эта роза тоже отличается своим мощным ростом. Она такая достаточно сильная, крепкая, колючая, побеги жесткие. Цветет она очень обильно, очень ярко. Ее можно выращивать, кстати, в полутени, потому что цветы темные, и в полутени они не так будут сильно гореть, как на солнце. Ну и, соответственно, цвести она будет дольше. В общем, тоже очень красивая, яркая и устойчивая к дождю роза. Ну и последняя плетистая розочка, о которой я вам хочу рассказать, это розошний вальцер. За этой розой я охотилась несколько лет, никак не могла ее поймать. И вот, наконец-таки, в этом году я ее посажу. Эта роза отличается своими просто огромными-огромными цветами. Ее цветы могут быть до 20 сантиметров, представляете, в ширину. В начале своего цветения эта розочка имеет такой бледно-лимонный цвет, и потом, по мере распускания, она выгорает до чисто белого. Эту розу очень часто выращивают как шарап, несмотря на то, что она плетистая. Ее просто обрезают примерно на высоту, кто-то метр, кто-то полтора. И потом кустик постепенно теряет вот эту свою плетистость, и становится таким аккуратным, мощным кустом с крупными и пушистыми цветами. Тоже очень достойный, яркий и неприхотливый сорт. Ну, давайте на сегодня мы с вами закончим, а то получится очень долгий ролик. Остались у меня еще другие сорта. Это несколько флорибунт, остались английские розы, но об этих розах я расскажу вам уже в следующих роликах. Поэтому до встречи! Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну, у меня на сегодня все. Всем пока и спасибо за внимание!